В Ненинском округе работа Наринмарского АТП продолжается в обычном режиме. Для безопасности жителей региона автобусы дезинфицируют специальными средствами. Подробнее расскажет Наталья Дуркина. Безопасность сотрудников Наринмарского АТП в центре внимания руководства предприятия. При предрейсовом осмотре кондукторов и водителей измеряется температура и проверяется общее состояние, выдаются перчатки и маски. Не меньшее внимание уделяется безопасности пассажиров на городских маршрутах. Дезинфекция проводится. То есть на конечных остановках в морпорту и в поселке Искатели у дежурных уборщиков, у нас там есть дежурные уборщики, есть дезинфицирующие средства, избудены перчатки, одноразовые слофетки. И когда автобус находится на перерыве между рейсами, значит они проходят по автобусу, протирают поручни, значит пинки сиденья, то есть там где люди берутся руками, вот те места. И плюс еще каждый день после окончания смены при мойке автобуса, значит водители дополнительно дезинфицируют, то есть опрыскивают препаратом дезинфицирующим и протирают тоже поручни и сиденья. Всю прошлую неделю Наринмарское ТП работало в ограниченном режиме по количеству сотрудников, задействованных в производственном цикле. То есть сотрудников, которые работали на вспомогательном участке в ремонтных мастерских, отправили домой на самоизоляцию. Сегодня предприятие работает в обычном режиме. Сотрудники, которые старше 60 лет, кто изъявил желание, те на самоизоляцию у нас такие три человека, вот остальные все работают в обычном режиме. Что касается пассажиропотока, то он однозначно сократился. Однако, по словам директора муниципального унитарного предприятия Наринмарского ТП Виктора Калюжного, убытков предприятий не понесет. По убыткам, значит, убытки мы, ну сейчас трудно сказать, конечно, но я думаю, что не будет таких больших убытков. То есть количество плановых рейсов мы не и меняли, работаем по расписанию, по такому, как у нас прописано в контракте, поэтому, соответственно, те деньги, которые мы должны заработать по контракту, мы их должны, ну мы их и заработаем. Понятно, что выручка наличная, да, она сократится, но насколько пока не могу сказать. Количество пассажиров сократилось, ну, насколько тоже пока сейчас не могу сказать, но надо посчитать, но так приблизительно процентов на 25, наверное, 30. Добавлю, льготные проезды временно приостановлены. Это сделано для того, чтобы лица старше 60 лет и учащиеся оставались дома. Пик пандемии в России еще не пройден. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.